Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я заместитель директора школы гимназии номер один города Керчи, Республики Крым. Организация дистанционного обучения потребовала основательного пересмотра форм и методов работы как ученика, так и учителя. Переход от обычной работы глаза в глаза к дистанционному обучению, не позволяющему осуществлять тесный контакт с учеником, вызвал необходимость освоить новые формы и методы. Работа с электронными журналами в нашей школе гимназии велась уже в течение нескольких лет. Подробный анализ ресурсов электронных журналов позволил выбрать один удовлетворяющий потребностям как учителя, так и ученика и их родителей. Возникли трудности во своей работе с электронными ресурсами. Для педагогов гимназии было приведено обучение на методических семинарах. Да и сейчас администраторы журнала постоянно оказывают методическую помощь тем, кому она необходима. Устойчивое дистанционное обучение невозможно без обратной связи с учениками. Именно здесь на помощь приходят сайты онлайн-конференции, которые позволяют не только осуществлять индивидуальную консультацию, но и проводить демонстрацию экрана, работать с онлайн-дарской, демонстрировать файлы, но и проводить групповую работу. В нашей школе гимназии работа с электронным журналом ведется по расписанию. Каждый учитель добавляет онлайн-урок и к нему по приглашению присоединяются ученики. Накануне учитель делает рассылку рабочего листа урока, в котором размещена информация о теме урока, дате ее проведения, планируемых результатах в соответствии с рабочей программой по предмету. Рабочий лист урока содержит информацию также об источниках знаний. К ним относятся как учебники, так и видео-аудиоматериалы и сторонние ресурсы. Деятельность учащихся организована либо в виде набора заданий, либо как алгоритм действий. Для предметов естественно научного цикла, в которых материал основан на практическом применении, возможно использование виртуальных лабораторий, либо виртуального эксперимента. Возможность доступа к сторонним ресурсам позволяет ребенку освоить материал самостоятельно, но при этом возникает необходимость подбора материала, и это ложится на плечи учителя. В огромнейшем объеме материалов и информации, размещенной во всемирной паутине, нужно выбрать именно ту, которая необходима данному ребенку, именно этому классу. И здесь возникает необходимость включения в рабочий лист действующих рабочих ссылок. Наша задача не только предоставить ребенку возможность получить информацию, но и сохранить здоровье ребенка. При этом время работы с гаджетами должно быть безопасным для его состояния. Контроль знаний можно осуществлять при помощи различного рода сторонних ресурсов, но электронный журнал, с которым работает наша школа-гимназия, позволяет осуществить творческий подход каждого учителя. Создание ситуации успеха позволяет сформировать индивидуальный подход к тестовым заданиям. Именно это дает возможность делать электронный журнал. Понятно, что не каждый ребенок способен за краткое время урока, да еще и самостоятельно, на высоком уровне освоить учебный материал. Поддержать учебную деятельность ребенка, его желание учиться, позволит именно индивидуальный подход. Именно это дает возможность сделать электронный журнал, который создает варианты заданий при помощи базы, подготовленной учителем. Для создания тестовых заданий необходимо на сайте электронного журнала выбрать вкладку «Тест» и выбрать опцию «Добавить тест». В назначении теста можно выбрать тему, предмет, форму тестовой оценки, а также некоторые функции, такие как дата проведения теста, время его проведения, возможность прохождения теста в произвольном порядке, возможность прохождения теста несколько раз, а также возможность изменить вариант ответа до окончания прохождения теста. Формирование вопроса включает в себя сам вопрос, а также формы ответов. Один правильный ответ, несколько правильных ответов в соответствии введении текстового поля. При этом можно выбрать отметку, которую получит ученик за правильное выполнение тестов от 1 до 3 баллов. Сформированная база вопросов может использоваться многократно. Каждый вариант может включать вопросы из всей базы. Это достаточно удобно для создания вариантов как групповых заданий, так и индивидуальных. Именно здесь осуществляется индивидуальный подход к работе каждого ученика. Назначение теста происходит пофамильно, и здесь вы можете выбрать ребенка, которому необходимо назначить тест. Приглашение ему придет на почту электронного журнала. Проверка теста также автоматизирована, что позволяет учителю выделить время для подготовки к другому уроку, выделить время для индивидуальных консультаций. Обратная связь с учениками осуществляется не только при помощи электронного журнала, но и в формах обратной связи, когда ученик может увидеть свои ошибки, допущенные при прохождении теста, а также получить онлайн-консультацию. Огромное спасибо. Здравствуйте. Я Белова Светлана Владимировна, учитель начальных классов школы-гимназии номер 1 города Керчи. Всем известно, что учебная самостоятельность младших школьников отличается от учащихся основной школы. Мои второклассники еще недостаточно самостоятельны, так как федеральный государственный образовательный стандарт определяет, что только к концу четвертого класса у учащихся формируются основы умения учиться. В сложившейся ситуации мы должны максимально слаженно организовать учебу детей, поэтому мы даем рабочие листы ребятам по каждой дисциплине, в которых расписаны все те моменты, которые нужно будет выполнить на уроке. На примере рабочего листа видно, что в нем указывается дата урока, предмет, а также те предметные результаты, которые нужно усвоить на уроке. На примере урока математики по теме умножения числа 2 и на 2 мы видим, что ребята должны освоить такие предметные результаты, как составить таблицу умножения числа 2 и на 2, применять таблицу умножения числа 2 и на 2 при вычислениях и решении задач. В разделе «Текущий контроль» здесь представлены виды и формы работ, которые используются на уроке. При изучении нового материала дается ссылка детям на электронный ресурс. Детям не нужно находить материал самостоятельно. Длительность видео в данном уроке длится до 2 минут 45 секунд, что не превышает предельно допустимые нормы. В сложившейся ситуации, в период дистанционного обучения очень важным является двигательная активность младших школьников. Поэтому на любом уроке дается физминутка, и в рабочем листе на каждом уроке эта физминутка прописывается. Дети с удовольствием ее выполняют, а с недавних пор предложили записывать комплекс упражнений и отправлять в нашу общую группу, то есть обмениваться таким образом. Помимо электронных образовательных ресурсов, немаловажную роль играет и работа с учебником. Поэтому для того, чтобы закрепить материал, предлагаются также задания из учебника. В рабочем листе максимально четко и понятно детям рассказывается о том, какие задания нужно выполнить, в какой форме, то есть устно или письменно. Если это задача, то дается тип задачи для того, чтобы ребята могли правильно ее записать. Ну, а также дается консультация для того, чтобы как правильно оформить записи в тетради. Следующим этапом дается ссылка на ресурс, где указаны игровые тренировочные задания, которые ребята могут выполнить по желанию. Домашнее задание также в устной форме. Если возникают какие-то проблемы при изучении новой темы или выполнении какого-то задания, то объясняем, консультируем, поддерживаем связь с родителями и учащимся, потому что родители являются основным связующим звеном сейчас между учителем и младшим школьником. Дети очень скучают по школе и одноклассникам с нетерпением ждут, когда вернемся вместе учиться. Здравствуйте, коллеги! Смирнова Галина Юрьевна, учитель математики школы-гимназии номер один города Керчи. Сегодня я хочу вас познакомить, поделиться опытом, как я работаю на уроке в период дистанционного обучения. Я работаю на двух площадках. Первая – это онлайн-площадка через электронный журнал, но при этом я всегда была в поиске, потому что мне хотелось иметь у детей обратную связь, а это именно связь через доску, виртуальную доску. Просмотрев много вебинаров, прослушав их, я наконец-то остановилась на одной из такой площадки. Это информ-урок. Сначала просмотрели, с ребятами вместе пробное сделали и поняли, что это то, что нам надо, и начали работать на этой площадке. Я сегодня хочу вас конкретно познакомить. Эта площадка очень легко используется. Первое – здесь есть расписание, которое я могу подключить чеченков и записать расписание на весь класс, на группу детей, либо на одного человека. И время указано любое. До 10 часов вечера можно поработать индивидуально с ребятами. При этом подключиться к уроку можно и за 5 минут, и за час, и за день, как вам удобно. Затем, записав расписание, я перехожу опять к моим классам, к онлайн-школу, и теперь буду подключать. Дистанционное занятие, дистанционное занятие. Здесь есть начать, онлайн-занятие. Я нажимаю и сейчас подключусь. Выбираю, каким классом я работаю. Ну, сейчас несколько еще будет, я выберу всех. Итак, урок начать. И сейчас начнется урок. Итак, мы попадаем в онлайн-комнату. Микрофон. Разрешить. Идет подключение к тексту звука. И мы сейчас будем, да, проверяем, да, слышно. И мы появляемся в виртуальном уроке, с виртуальной доской, где сейчас по ходу подключатся ребята. Итак, вот уже есть, подключаются. Итак, здравствуйте, ребята. Подключите, пожалуйста, микрофон. Все меня слышат? Здравствуйте. Здравствуйте, хорошо. Ну, здесь есть еще веб-камера, но мы сейчас не включаем, потому что мне больше нужна виртуальная доска. Итак, мы на прошлом уроке. Тема была у нас терема косинусов. Ребята, думаю, повторялись, сейчас вас производят и покажут, как мы это все, как работаем. Итак, пожалуйста, терема синусов, терема косинусов. Теорема косинусов, Ваня, пожалуйста. Теорема косинусов звучит так. Стороны треугольника пропорциональны синусам противодержащих углов. Запиши, пожалуйста, терема косинуса для треугольника МНК. Да, да. Не надо включить, потому что без включения ребята работать не могут. Так, пожалуйста. Громче, Вань, чтобы было слышно. Как МНК относится к синусу ГЛАН и как МНК относится к синусу ГЛАН. Да, спасибо. Есть и большая задача. Мне нужно оставить ее, переключить на треугольник слайд. Я называю следующий слайд. Появляется слайд. И вот, если мне надо вернуться, я могу назад вернуться, показать этапы решения, что очень удобно. Что здесь еще очень удобно? Что здесь можно грузить презентацию. Можно грузить видеоурок. Итак, начнем с презентации. Сейчас я загружу презентацию. И в этой презентации они также могут выполнять свои операции. Загружается полминуты до минуты. В это время, хотя идет какая-то передышка у ребят. И так будет презентация. В этой презентации они могут писать здесь сразу, решать. Итак, пожалуйста, Капа Игородима, задача. Как решить устно сразу? Чтобы решить эту задачу, необходимо переменить формулу площади треугольника. Она звучит так. Площадь треугольника равна 1,2 произведения двух сторон треугольников на синус угла между ними. Если это надо записать в классе, который слабый, действительно нужно, они это увидели, мы это все записываем. Если это класс сильный, то достаточно писать ответ. Запишите, пожалуйста, ответ. Дима. Итак, я могу убрать полностью запись. Могу оставить, вдруг нам придется вернуться. Итак, посмотрим, что дальше работает. Следующий слайд. Тоже идет задача. Здесь применяется. Что у нас, Каченко, Коля? Здесь также применяется теремость инусов. Теремость инусов. Хорошо. Дальше слайд задача. Либо здесь не выполняют решения с помощью специальных, которые у нас есть, функции. Ручка, треугольник здесь. То есть цвет выбирается, сами не выполняют. Можно решать здесь. Либо я показываю решение на следующем слайде. Также можно провести самостоятельную работу. Самостоятельная работа на доске высвечивается. И надо ее передавать через электронный журнал письмом. Сразу здесь решают. Либо проверяем сразу по ходу урока. И не междуйти тетради. Но очень удобно. Если надо что-то здесь, например, что-то надо исправить. И следующий слайд, чтобы не переходить, не выключать презентацию. И не переходить заново на доску. Все это можно использовать, как в виде доски уже саму презентацию. То есть здесь писать надо вернуться. Я к презентации возвращаюсь. Если надо записать, что-то у меня... Если надо мне что-то исправить, я сразу могу здесь исправить, зачеркнуть, записать. На самой даже презентации поставить стрелочку, показать, что куда переходит. Например, вот сейчас есть. Можно здесь обвести, показать, что вот этот угол. То есть какие-то здесь пометки. Что очень удобно для ребят. Особенно если в слабом классе. Сильным это все можно проделать устно. Следующее. Очень удобно иногда на уроке показать видеоурок. Подключить видеоурок. И сразу объяснять и вопрос отвечать на вопросы ребят. Итак, дальше у нас здесь еще можно включить, вернуться к презентации заново. И работать дальше после просмотра видеозаписи. Итак, Баня Краснов. Запиши пока теремокоснусов, молча, для выражения стороны АБ. Здесь есть чат, что очень удобно. Иногда дети подключаются, видят хорошо доску, слышат хорошо, но не могут писать на доске. Поэтому они задают вопросы через чат. Что еще очень удобно? Что со мной не надо здороваться, чтобы я увидела, кто находится в этот момент со мной на уроке. Сразу высвечиваются все ребята, сразу видно, кто есть. Если ребенок выходит из сети, то пишется нет в сети, не получилось. Спасибо за внимание. Я думаю, было интересно этот урок. С ним легко работать, легко подключиться. Желаю всем удачи. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Поварова Екатерина Анатольевна. Я работаю учителем русского языка и литературы в школе-гимназии номер один города Керчи. В своей работе я выбрала для проверки и организации обратной связи с учениками такую платформу, как Я-класс. Сегодня я хотела бы рассказать вам, как именно я ей пользуюсь. Самое сложное, наверное, это организация работы с пятым классом. Детям еще многим сложно пользоваться различными сайтами, переключать ссылки на ссылку, с сайта на сайт. И в рабочем листе, который дети получают заранее, я отражаю им два пути. Для детей, которым легче пройти по ссылке, я размещаю ссылку. Но есть дети, которым это тяжело. И для них я пишу название задания, раздел и тему, в которой они могут это найти. После того, как мы с ними изучаем теоретический материал, выполняем практические задания, тренировочные, параллельно в чате урока мы обсуждаем, если у них есть какие-то сложности, что-то непонятно, пытаемся это все разобрать, объяснить я им стараюсь. И после этого они выполняют уже проверочную работу. Для этого как раз-таки я использую Я-класс. Там очень удобно, что я могу скомбинировать свои задания, которые я добавляю, и те, которые предлагает этот интернет-ресурс. Кроме того, я им могу предложить творческую работу. Вот как раз недавно у пятиклассчик была такая работа, как отзыв написать. Как это выглядит? Итак, ребята получили задание. Написать отзыв о рассказе. В специальное поле они вводили свой текст, который у них получился. И очень удобно то, что я могла не только поставить отметку, но и написать комментарий ребенку. Может быть, какие-то ошибки были, или какие-то у меня пожелания, или, может быть, похвалить. Дети потом это читают и каким-то образом отрабатывают этот материал. Но всегда им интересно, конечно, получить не просто оценку, но и какие-то слова, пожелания от учителя. В девятом и в одиннадцатом классе сейчас на первый план выходит повторение и подготовка к экзаменам. Как раз таки Я-класс позволяет мне это сделать. Для одиннадцатого класса я комбинирую задания, которые предлагает Я-класс по темам. Например, недавно у них была тема «Постановка знаков припинания в сложном предложении с разными видами связи». Я добавила задания ЕГЭ, которые посвящены этой теме. И ребята перед собой видят вот такой вопрос. Он аналогичен тому, который они получат на экзамене. И в поле для ответа они вписывают как раз таки такой ответ, который они впишут в бланк на экзамене. После того, как все ребята решили задание, я могу просмотреть результаты и оценить, какое из заданий получилось у них лучше, а какое-то может быть хуже. И в своей работе, конечно, обратить внимание именно на те задания, которые, может быть, у ребят по каким-то причинам не получились. Такая платформа дает мне возможность исправить ответы, если это необходимо, по моему мнению. Возможно, ребенок допустил опечатку. Возможно, он что-то лишнее, какую-то букву добавил. Если я посчитаю нужным, то ребенок получит замечание и сможет исправить в дальнейшем свою ошибку, а я могу повлиять на его результат. На мой взгляд, это очень удобная платформа, которая позволяет и ученику подготовиться к экзаменам, и к будущим практическим работам, и учителю отработать свою программу и оценить самого себя, как он смог провести урок. Надеюсь, этот опыт будет вам полезен. Большое спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова